Я в это видео как раз решила вставить какую-то полезную часть. Расскажу вам про то, как я поступала в университет с деталями. Поздравляю всех студентов и школьников, и всех, кто идет учиться с днем знаний. В этот раз я тоже студент. В этой части видео я хочу рассказать, как я поступала в университет, потому что до того, как я сама не подавала документы, я не знала, как это все выглядит, не знала, насколько это просто. Ничего, в общем-то, я не знала. Не знала, какие документы нужны, я все бросила на самотек, потому что в целом мне было не страшно, если я где-то что-то пропущу, где-то что-то не получится. Весь процесс подачи документов, в принципе, прост. А если у вас какие-то вопросы или проблемы, вам продлят сроки. Все, вы можете уточнить, нет такого, что у тебя есть один шанс. Если ты что-то неправильно заполнишь или что-то в таком духе, то тебя просто вычеркнут сразу. Основной набор университета проходит где-то в марте, апреле, что-то такое там вот в начале года. Я в начале года еще никуда не собиралась, поэтому я подавалась именно в августе. По-моему, это был июнь или июль. Я забронировала себя в такой appointment онлайн с сотрудником университета, у которого хотела спросить, как вообще, что происходит, могу ли я подаваться, какие, что, на каком я свете нахожусь. Я сходила, и меня там частично дезинформировали. Да, мне сказали, что будет в августе набор, но мне сказали, что будет какой-то экзамен. Там скинули такую ссылку, на котором я могла посмотреть, как он выглядит. То есть там были какие-то примеры заданий. Я посмотрела, там были математика, decision-making такой, всякие задачи. Потом там был финский язык. Ну, то есть там было несколько предметов, которые нужно было сдать, и должен был, по сути, быть какой-то экзамен, на который он уже будет прийти. Примерно этого я и ждала. Но, когда я на сайте увидела, что открылся набор, я подалась. Когда ты подаешься, ты буквально пишешь свое имя, фамилию, почту. Ну, по-моему, имя, фамилию, почту. Возможно, нужно было залогиниться через свой интернет-банкинг. Но что-то было очень простое. Да, фамилия, имя и адрес. Потом, спустя неделю, мне пришло письмо, где было написано, что экзамен состоится такого-то числа, и в 12.00, по-моему, 12 августа, откроется платформа, там будут задания, вам нужно будет их выполнить. Я до самого последнего момента не верила, что никуда не нужно идти, что все ты должен делать домом. Притом, в этом письме еще было, что тебе нужно для экзамена, и там было карандаши, краски, ножницы, клей, листа, три, копипейпер. Ну, список был большой, всяких вот таких вот предметов, стирки. Огромный, огромный был список. У меня, ну, у меня, понятно, из дома какие-то что-то есть, но не все, и у меня были тогда подозрения, неужели что-то нужно будет рисовать. Вот. И в назначенный день я открыла эту платформу, и экзамен состоял из двух частей. Первая часть состояла из трех заданий. Первое, нужно было придумать какой-то инновационный предмет, в зависимости от того, на какую-то специализацию подавался, на керамику и стекло или на моду. То есть, если это мод, то это, наверное, какие-то, какая-то одежда. Если это керамика и стекло, это какие-то керамические или стеклянные изделия. Также там был мудборд, и нужно было по этому мудборду нарисовать шесть вариантов этого предмета, скетча, такие, как эскизы. потом второй рисунок, это нужно было нарисовать уже на большом листе, этот предмет какими-нибудь красками или какими-то мелками. Третья часть, сделать бумажную модель этого предмета и сфотографировать его в использовании. Я выбрала чашу для цветов. Вы, наверное, помните, я была на практике в источном магазине, и там мы много обсуждали как раз такие чаши для цветов. Что это значит? Это разнообразные формы какие-то емкости, но там они устроены таким образом, что ты можешь делать источные композиции. То есть, не просто ляпаешь букет в вазу, а можешь как-то красиво их оформить. Немножко все-таки эмоционального отступления я сделаю. Я даже не поехала покупать... У меня не было копировальной бумаги дома, у меня много чего не было, но я даже не поехала все это покупать, потому что, когда я увидела, что нужно рисовать, я так подрастроилась, потому что рисовать я не умею, и за один день я не научусь. У меня было дома несколько карандашей, все они как-то подбор карандаши из отелей, даже из отеля в Касабланке, где я была, не помню, сколько лет назад, может быть, 7, я не знаю, понятия не имею, как этот карандаш дожил до этих дней. Я сидела, думала, писать ли мне вообще этот экзамен. В итоге мы дома разговаривали, и я решила, ладно, ничего покупать не буду, но постараюсь хорошо провести время, и я в течение одного дня придумывала и рисовала все, что нужно, а на следующий день я, по-моему, как-то там что-то доделывала, и уже оформляла это в документ. Полагаю, что важной частью этого ролика должно быть все-таки то, что я приготовила на этот экзамен. Я сейчас вам это покажу. Когда я решила все-таки поучаствовать в этом экзамене, я, конечно, держала в голове мысль о том, что это не художественная школа, а керамика, и надеялась, что какими-то навыками академического рисования мне обладать не нужно, хотя я точно это не знала. Но я пыталась как-то оценить эту ситуацию, и все-таки сконцентрировалась больше на идее, и на мотивационном видео тоже объяснить, как я это представляю. Я сконцентрировалась на какой-то, наверное, креативной части, и не могу сказать, что я много внимания уделила рисованию, я понимала, что я выше головы своей не прыгнула. Вот это, плоховато видно, но вот это эскизы, которые я сделала. Жесть. Это ваза, которую я нарисовала. И, собственно, модель вазы, это вот она, это ваза, которая состоит из двух частей. Так вот собирается. здесь у нее такая штука, в которую отверстие можно тоже засовывать цветочкой. Выбрала я именно это, потому что мне показалось, это проще всего сделать из бумаги. как я убедилась в этом экзамене, каких-то навыков академического рисования не нужно, хотя там в экзамене были написаны критерии оценки, и один из критериев это было навыки рисования, это точно было. Но, возможно, опять же, какие-то грандиозные навыки не нужны. Ну, вот так. Второе задание, это было мотивационное видео, длиной одну минуту, нужно было рассказать немного о себе, и ответить там был какой-то перечень вопросов, например, что вам сложнее всего удалось при написании экзамена, при рисовании экзамена, какие ваши цели и ожидания от обучения, и там ты записывала это видео прямо на платформе, то есть у тебя было три попытки, ты нажимал кнопку, у тебя запускалась в самой этой системе там какой-то видеосъёмка, нужно было уложиться в минуту, потому что больше минуты видео не рассматривали, с ней там так написали, и я прямо тренировала свою речь, у меня она сначала была минут 15 или даже больше, минуты 30, уже не помню, ну, очень длинное было, я тренировалась, чтобы сократить её до минуты, я уже тараторила там, быстро говорила, уже наизусть знала это, потому что нету возможности там приостанавливаться, экать, думать, каждая секунда времени была важна, ну вот, и всё, весь экзамен. Я забыла упомянуть ещё одну важную часть поступления, у меня нет никаких заметок, я не делала, просто села рассказать. После того, как я сдала экзамены, мне пришло письмо, что, мол, я не прикрепила нигде свой диплом с переводом, мне сказали, чтобы я его прислала там, дали буквально два дня, по-моему, у меня не было диплома перевода, был просто диплом, и то хорошо, что он был, потому что я рассказывала, что все документы у меня потерялись как-то, не знаю, как в процессе переездов, или в какой момент, даже сложно вспомнить. Я сразу написала в университет, что у меня перевода нету, и я не знаю, смогу ли я так быстро его сделать, они мне продлили ещё там на дней пять время, но в целом я очень оперативно нашла переводчика, и он сделал за один, по-моему, за два дня, или за один день, что-то такое, а, в среду я ему написала, и в пятницу мы договорились, что он мне пришлёт, это стоило 100 евро перевод, такой экспресс-перевод, и он всё сделал, я отправила, потом мне сказали, что со мной свяжется там менеджер по набору студентов, нужно удостовериться в уровне владения моём финского, на это письмо я им скинула свой сертификат звуки-тесты, там у меня по, по-моему, по говорению письмо и пониманию текста B2, а по аудированию B1, в общем-то, мне потом просто прислали, что, да, вам выделено место, вот, всё, то есть, по сути, что нужно было сделать, сделаем небольшое summary, нужно было сдать экзамен, состоящий из вот этих эскизов, рисунка и модели и мотивационного видео, второе, нужно было предоставить диплом с переводом, никаких опостилей не нужно на диплом, и третье, подтвердить уровень финского языка, я думаю, что B1 достаточно для многих специальностей, в целом в финских университетах высокий уровень какой-то независимости, они там сами решают, что и какие знания и уровни их удовлетворяют, во многих финских университетах на сайте всегда можно найти контакты человека, который сможет вам персонально объяснить всё, что нужно от вас, но, как я сказала, меня дезинформировали, поэтому не знаю, стоит ли в полной мере на это полагаться, в итоге как-то оценивая сложность подачи документов в университет, я даю оценку легко, подача происходит очень легко, в несколько кликов, никуда не нужно ходить, если ты чего-то не додал, тебе напишут, если нужно, даже продлят какие-то сроки, никакого стресса с этим связано не было, а что касается самой учёбы, я буду учиться, посмотрим, обязательно буду рассказывать, а специальность моя называется Smart and Sustainable Design, то есть это дизайн с упором на его устойчивость, если бы я не поступила, я бы, в принципе, не расстроилась, и в какой-то момент я даже подумала, что, ну, не поступлю, может быть, даже лучше, будет больше времени на какие-то другие занятия, подавала я на финскую программу, сейчас я нахожусь в замешательстве, прошла неделя учёбы, сейчас уже началась вторая неделя, вторник уже, я как-то лучше понимаю, как устроена эта учёба, ну, в первую неделю было совершенно неясно, что происходит, поэтому даже не будем про неё говорить, я думаю, что даже сейчас я в полной мере не представляю, как будет проходить обучение, некоторые предметы мне очень нравятся, в принципе, как всё устроено, я более-менее разобралась, только что у меня закончилась лекция, и сейчас нужно довольно много сделать заданий, и вообще у меня уже накопился как бы багаж не сделанных заданий, которые нужно сделать вот в течение этой недели постараться, например, одно из заданий, которое я буду делать сейчас, это визуальное эссе на следующей неделе, вот по этому же предмету, это история дизайна, история, не помню, как называется, что-то вроде, может быть, история дизайна или что-то, на следующей неделе нужно будет поехать в музей в Хельсинки и тоже написать какой-то эссе, насколько я понимаю, очень много самостоятельного изучения, что в целом пока мне сложно принять, я привыкла, что тебя кто-то пинает постоянно во время изучения, а тут такого нету, и мне, допустим, на данный момент страшно пропустить что-то, упустить, забыть про что-то, все задания надеюсь есть на платформе, но все равно есть такое, что мне кажется, что я что-то плохо пойму, я на финской программе и я в какой-то момент засомневалась в своих заданиях финского и по сей день сомневаюсь, конечно, они оставляют желать лучшего и у меня, по крайней мере, есть страх просто не понять, что делать в какой-то момент, опять же, сейчас совершенно непонятно, насколько этих знаний финского достаточно, чтобы комфортно учиться, я не знаю, где-то в глубине души я не знаю, как я отношусь к современному образованию, к его длительности, я как бы могу оправдывать для себя 4 года бакалавриата, если тебе 18 лет, это может быть очень интересно, в то время для тебя эта учеба это целый новый мир, это не только новые знания, не только, например, диплом, извиняюсь, что-то у меня сижу, горло пересыхает, я сама пошла учиться, мне было, по-моему, я закончила школу в 16, пошла в университет, мне было 17, и меня совершенно не смущало, что это 5 лет, сейчас, когда ты понимаешь, что любую вещь ты можешь освоить в разы быстрее, то вот эта вот вся тягомотина, которая вокруг обучения есть, непонятно, насколько она тебе нужна, я не знаю, не могу сказать, не сформировала никакого мнения, тем более не хотела его даже формировать и транслировать, потому что я до этого не училась в европейских университетах, была надежда, что здравого смысла будет больше, потому что я помню, например, у нас в университете в Беларуси у нас была куча предметов, постоянно, вечно ты ничего не успеваешь, вечно какие-то непосильные задания, какие-то были там ничего, какие-то ты просто зачем это, какие-то вызывали много вопросов, но все-таки объем. Посмотрим, как будет дальше, мне все это нравится и казаться стоящим того. На данный момент учеба занимает довольно много времени, каждый день есть какие-то занятия, и в некоторые дни это там с 9 до 4, лекции длинные, могут длиться по 4 часа, не лекции, я, нет такого лекции, не лекции, просто урок довольно долг, и, конечно, с какими-то небольшими перерывами, преподаватель сам говорит, когда эти перерывы, размять ножки, выпить кофе и так далее. Надеюсь, кому-то эта информация была актуальной, нужной и вовремя. Смотрите мои другие видео, я редко делаю такие информационные видео, наверное, даже это первое. Также переходите на Patreon Boosty, там тоже видео какие-то более утилитарные, недавно нам нужно было получить в НЖ Финляндии, вот мы искали разные способы его получить внезапно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, спасибо и до встречи. Субтитры